Самый известный во всем мире атеист Ричард Докинс в одном из своих видео озвучил пять аргументов против существования Бога. Главным аргументом против существования Бога, говорит он, является отсутствие оснований для его существования. Если мы начнем перечислять аргументы против существования Бога, то мы можем их загибать по пальцам один за другим. Мнимые причины, доказывающие резонность существования Бога. Такие аргументы, как замысел, многие вещи выглядят так великолепно, будто их спроектировали бананы, яблоки, люди, кенгуру и так далее. Они выглядят так, будто были намеренно созданы, потому что дарвиновский естественный отбор заставил их выглядеть таким образом. Сдается прекрасная иллюзия разумного замысла. Я думаю, дарвинизм разрушает раз и навсегда идею разумного замысла. Но были представлены и другие аргументы. Например, люди часто настаивают на своем субъективном опыте, личном опыте познания Бога. Но мы все знаем, как легко люди могут быть одурачены, как легко они галлюцинируют, как легко воображают, насколько они бывают наивны. Так что это чрезвычайно слабый аргумент в пользу существования Бога. Есть еще один аргумент, утверждающий, что Бог является первопричиной всего. Но если вы прибегаете к этому аргументу без доказательств, то вы опровергаете сами себя. То вы опровергаете сами себя. Если Бог первопричина всего, то у вас, вероятно, возникнут большие трудности с объяснением, откуда взял сам Бог. Четвертое. Паскаль заявлял, что лучше принять, что Бог существует, потому что если мы ставим на его отсутствие и проигрываем, то оказываемся в аду. Это жалкий аргумент, потому что он зависит, например, от того, на какого именно Бога вы ставили. Так, если вы верили в Яхве, вы окажетесь, мягко говоря, в затруднении. Что еще? Даже если Яхве существует, продолжает Докинс, Он бы скорее предпочел честного и думающего за самого себя человека, чем кого-то, занимающегося раболепием и прикидывающегося страстно верующим во что-то. И так не существует убедительных доказательств в пользу существования Бога, и это все, что следует сказать. Из сказанного выше, как и вообще из всей атеистической пропаганды, складывается ощущение, что атеизм – это такая научная система, опирающаяся строго на научные факты, данные и исследования. И она, используя эти факты, борется с некими религиозными суевериями и предрассудками. А вера, христианство в частности, является таким предрассудком, который не основан ни на каких научных фактах. Поэтому, прежде чем отвечать на эти поставленные Ричардом Докинсом пять вопросов... Кстати, прежде чем продолжать, хочу выразить глубокую благодарность Ивану Жарковскому, вместе с которым мы работали, которым, собственно, и написана статья, по которой снимался ролик. Ссылки на эту статью и на его ресурсы в закрепленном комментарии и в описании этого ролика. Переходите, пожалуйста, подписывайтесь. Зададимся еще одним вопросом. А противоречит ли наука христианству? И здесь, с одной стороны, можно сказать, что существует целый спектр христоцентрических наук. Таких, как, например, текстология, изучающая рукописи библейских текстов. Таких, как патрология, изучающая тексты святых отцов на их авторство и аутентичность. Библейская археология, история иконописи и так далее и тому подобное. И среди тех, кто изучает данные дисциплины, очень много верующих людей. Более того, один из самых известных текстологов и авторов учебников по текстологии Нового Завета, Брюс Мезгер, на вопрос журналиста Листробеля о том, как повлияли годы изучения рукописей Нового Завета на его веру, отвечал так «О, моя вера укреплялась с каждым днем. Я видел, с какой точностью эти материалы дошли до наших дней, в каком множестве списков, в том числе и очень-очень древних». И Мезгер в этом отношении далеко не единственный. 40% ученых США являются верующими людьми. Об этом, например, говорит известный популяризатор науки, агностик Нил Деграсс Тайсон в своем интервью Ларри Кингу. 60% ученых в Соединенных Штатах молятся Богу. Молятся. А, то есть, простите, 40%. 40% ученых на Западе. Конечно, где-то больше, где-то меньше. Это средний показатель. Но не нулевой же. И речь идет о продуктивно работающих ученых. Значит, конфликт здесь вовсе не обязателен. Мы по опыту знаем, что есть люди, для которых конфликта между религией и наукой не существует. Вот вам и ответ. То есть наука не только спокойно соседствует с верою, но часто даже и укрепляет эту веру. Но вы удивитесь, что бывает и наоборот, когда вера не просто укрепляется наукой, но вера порождает науку. Действительно, если мы обратимся к истории науки, то обнаружим, что современная наука восходит своими корнями к 16-17 веку, то есть к периоду, называемому научной революцией. Научная революция произошла в 16-17 веке в христианской Европе. Период времени от работ Коперника до Ньютона справедливо называют научной революцией. Не специалист может задать вопрос, а что, неужели науки до 16 века не было? В современном понимании науки ее действительно не было. Начиная с Аристотеля, знание, полученное опытом, ценилось низко. Дело в том, что человеческие органы чувств считались плохим прибором для его получения. Уж очень они обманчивы. Истинным и всеобщим считалось знание, полученное на основании чистой логики, дедуктивным путем. Научная же революция 16-17 века – это период кардинального изменения в области научного познания мира, благодаря которому сформировалась современная модель знания, основанная на эксперименте, опыте, наблюдении, математической рациональности и синтезе дедуктивного и индуктивного методов. Например, в работах Сера и Сака Ньютона практически полностью отсутствуют, за исключением философских отступлений, Аристотелева и Декартова метафизика с ее туманными рассуждениями, неясно сформулированные, часто надуманные первопричины, так называемые, природных явлений. Ньютон, например, не утверждает, что в природе действует закон всемирного тяготения. Напротив, он строго и четко доказывает этот факт, этот закон, исходя из наблюдаемого движения планет. Из первых двух законов Кеплера он выводит, что движение планет управляется центральной силой, а из третьего закона, что сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния. Кстати, а вы знали, что Ньютон был не столько физиком и математиком, сколько богословом? А физика и математика были инструментами, так сказать, в его научном богословском аппарате. С помощью физики и математики он пытался доказать существование Бога, что с его точки зрения в тот момент ему удалось. Выведя закон всемирного тяготения, как ему казалось, он доказал и существование Бога. Примечательно, что несмотря на то, что в 16-17 веке атеисты существовали, то есть атеизм существовал как явление, среди основателей новой науки, новой физики атеистов не было. Об этом пишет, например, историк науки Геннадий Ефимович Гореллик. Конечно, и в 17 веке, когда возникала современная физика, были атеисты. Атеизм жил и работал еще во времена Архимеда, у Пикура и его последователей. Открытым атеистом был коллега и друг Ньютона, астроном Галлей. Однако, среди основателей новой физики атеистов не было. Так, например, основоположник современной астрономии Иоганн Кеплер восклицал. Я хотел стать теологом и долго пребывал в мучительном беспокойстве. Теперь я, однако, вижу, что при усердии могу прославить Бога и в астрономии. А один из создателей современной науки Галилео Галилей хотел стать монахом. Отец отдал его в иезуитскую школу знаменитого монастыря Святой Марии Воламброза. Галилей отнесся к своему пребыванию в монастыре гораздо серьезнее, чем того желал Винченцо. И в 1578 году вступил в орден как на вицей. Однако, отец Галилея вовсе не желал видеть своего сына монахом. И забрал его домой, под предлогом того, что тот нуждается в лечении глаз. Ньютон и жетолкование библейских пророчеств воплощают в себе грандиозную программу исследований. Особняком среди основателей новой науки стоит Николай Коперник, выдвинувший теорию гелиоцентризма. Поскольку через 70 лет после его жизни католическая церковь ополчилась на его работы. Однако это было связано с одной стороны с резонансом из-за дела оккультиста Джордана Бруно, который своей оккультной идеей пытался оправдать ссылками на работы Коперника. С другой стороны, тем, что не существовало доказательств гео- и гелиоцентризма. Поскольку тот факт, что Земля движется вокруг Солнца, был доказан лишь в 19 веке с вычислением параллаксов, углов смещения Земли относительно неподвижных звезд. Однако при всем при этом, обратить внимание в биографии Коперника следует вот на что. Николай Коперник был церковным каноником вермийской епархии в Польше. А его работами при его жизни восхищались высшие церковные чины, такие как ближайший советник Попы Римского, кардинал Николай Шомберг, который в 1536 году направил Копернику письмо с выражением своего восхищения относительно его работ. Изучая биографии основателей современной науки, историк науки Геннадий Ефимович Горелик справедливо замечает, что роль библейского мировосприятия в мышлении основоположников новой науки важнее, чем конкретное выражение закон природы. Нет, однако, смысла обсуждать религиозные деноминации основоположников. Религиозное чувство совмещалось у них со свободой и независимостью мышления не только в науке, но и в религии. Единственная деноминация, к которой можно уверенно приписать всех четверых, это библейский теизм, поскольку главным религиозным источником для них была Библия. Таким образом, всех этих величайших ученых объединяло религиозное христианское мировоззрение. И как раз таки для того, чтобы возникла наука, необходимо было, чтобы в умах, в сознании основателей этой науки был заложен некий постулат о существовании доброго архитектора, который находится вне этой вселенной, который создал эту вселенную, создал ее таким образом, что человек может ее постигать, может познавать и понимать эту вселенную. И написал ее, условно говоря, понятным для человека языком математики. Из этого утверждения следовала и уверенность вне иллюзорности, десакрализованности и изотропности вселенной, что также было необходимо для рождения четкой научной методологии познания мира и мотивации к его изучению. Именно этим и объясняется появление науки именно в христианской цивилизации, потому что ее парадигма соответствовала этим условиям. Об этом подробно в свое время говорил и диакон Андрей Кураев в своих работах «Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир» и «Нехристианский миссионер». Кроме того, он подробно разбирает вопрос о том, почему наука современная родилась именно в христианской цивилизации, а не в иудейской или исламской. Он отмечал, что в иудаизме, как и в язычестве, существует вера в некую сакрализованность мира, что для каждой травинки есть своя звезда, небесная первопричина или ангел, который дает ей толчок к росту и развитию. Раби Симон сказал, «Нет ни одной травинки, которая не имела бы созвездия на небосводе, которая давала бы ей толчок и говорила бы ей расти». В исламе мир также и в христианстве не является Богом, но не в функциональном смысле. Первопричиной всех природных явлений является Всевышний. Между природными явлениями нет причинно-следственной связи, она опосредована действием Бога. Фаталистами в исламе были мутакалемы. Учения в абсолютном предопределении исповедуют сунизм. Аль-Газали в трактате «Воскрешение наук о вере» Соотношение мира и Бога рисует таким. Солнце, луна и звезды, дождь, облака и земля, все животные, недушевленные предметы подчинены другой силе, подобно Перу в руке Песца. Нельзя верить, что подписавшийся правитель и есть создатель подписи. Истина в том, что настоящий создатель его Всевышний. Как сказано им, всемогущим, «И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил». Именно в этом мировоззрении и рождаются горькие слова Амара Хаяма, слова человека, который ощущал, что Бога в этом мире настолько много, что уже места для человека не остается. Он говорит, «Не спрашивают мяч согласия с броском, по полю носится, гонимый игроком. Лишь тот, кто некогда тебя сюда забросил, тому все ведомо, тот знает обо всем». Итак, в мире исламских мутакалимов нет места для законов природы, для взаимосвязи между природными явлениями. Если солнце восходит на востоке, а закатывается на западе, то это не потому, что существует какой-то природный закон, обеспечивающий, отвечающий за это повторение, но это прихоть Творца. Мир как бы каждый миг творится заново, и повторяемость законов природы – это прихоть Всевышнего. И теперь, когда мы понимаем, что именно христианская вера создала науку, а наука со своей стороны укрепляет веру многих ученых, таких выдающихся ученых, как, например, текстолог Брюс Мецгер, мы и перейдем к ответу на поставленные Ричардом Докинзом вопросы. Итак, напомню, первый тезис Ричарда Докинза звучит следующим образом. Главная причина, по которой Бога не существует, это то, что отсутствует основания для его существования. Он дальше дополняет, что, несмотря на то, что нам кажется, что такие высокоорганизованные предметы и объекты, как яблоко, банан, груша, кенгуру и человек, созданы неким интеллектом, высшим разумом, своим происхождением они обязаны миллионам лет процесса эволюции. Здесь, с одной стороны, хочется заметить, что возникновение такого высокоорганизованного существа, как человек, в результате процесса эволюции, напоминает пантеистическую теорию о том, что мир творит сам себя. С другой стороны, заставляет поставить вопрос, насколько вероятно появление такого высокоорганизованного существа, как человек, исходя из слепых природных процессов. И, как мы с вами выясним ниже, ниже эта вероятность ничтожно мала. Более того, она строится на произведении ничтожно малых вероятностей. И первая вероятность из этой череды – это появление Вселенной, пригодной для жизни. Как отмечает доктор физико-математических наук Кирилл Алексеевич Бродников в лекциях по гравитации и космологии, одним из впечатляющих наблюдательных факторов является тонкая настройка параметров Вселенной. Под этим подразумевается, что все микроскопические параметры, массы частиц и константы взаимодействия не только имеют такие значения, при которых во Вселенной может возникнуть разумная жизнь, но такие допустимые значения заключены в очень узких пределах. Незначительные отклонения от реальных значений привели бы к катастрофическим последствиям для существования сложных структур. Какого же порядка вероятность образования настолько уникальной Вселенной? На этот вопрос отвечает нобелеский лауреат по физике Роджер Пенроуз. Он приводит расчет вероятности образования Вселенной с величиной энтропии, необходимой для образования жизни. И эта величина, внимание, 1 из 10 в степени 10 в степени 123. Также астрофизик Хью Рос замечает, что во Вселенной очень тонко сбалансирована гравитационная электромагнитная сила, в результате чего и возникают условия для возникновения Вселенной, пригодной для жизни. Он пишет, если бы электромагнитная сила выросла относительно гравитационной только на 1 из 10 в 40 степени, образовались бы только маленькие звезды, а если бы она уменьшилась на такую величину, образоваться могли бы только большие звезды. Но для того, чтобы жизнь во Вселенной стала возможной, должны существовать и большие, и маленькие звезды. Крупные звезды нужны потому, что только в их термоядерных топках производится большая часть жизненно важных элементов. Существование маленьких звезд, типа Солнца, нужно потому, что только они горят достаточно долго и стабильно, чтобы обеспечить планете условия для развития жизни. Интересно, что во Вселенной с другими параметрами жизнь была бы невозможна. Как отмечает профессор философии Оксфордского университета Ричард Суинберн, с учетом данной общепринятой теории с константами и переменными начальных условий, имеющими их фактические значения, возможность какой-либо другой разумной жизни в высшей степени сомнительна. Иногда выдвигают предположение, что кремний мог бы заменить углерод в его главной роли, но это кажется маловероятным, поскольку кремниевые соединения не так устойчивы, как соединения углерода. Сталкиваясь в своей научной работе с такими ничтожно малыми вероятностями возникновения тонкой настройки Вселенной, необходимыми для возникновения жизни, известный астроном, космолог, один из ведущих ученых НАСА Роберт Ястроу нашел для себя дополнительные подтверждения существования Бога. Для ученого, который всю жизнь жил верой, в силу разума, история заканчивается как плохой сон. Он перелез через горы невежества, он вот-вот покорит последний свой пик, но переползая через свой последний валун, он неожиданно сталкивается с целой группой богословов, которые находились здесь уже много веков. А Нобелевский лауреат по физике Арно Пензиас и вовсе заявил, что самые точные данные, которыми мы располагаем, полностью соответствуют тому, что я и предположил бы, даже если бы у меня не было ничего, кроме пятокнижия Моисеева, псалмов и Библии в целом. То есть, если бы жизнь существовала на всех планетах Вселенной, это было бы все равно невероятно. Но более того, и в самой Вселенной, пригодной для жизни, возникновение этой жизни тоже невероятно. Так Евгений Викторович Кунин, признанный мировой эксперт в эволюционной и вычислительной биологии, переводит вероятность самопроизвольного образования жизни на отдельно взятой планете. И эта вероятность тоже поражает. Конечно, не настолько, насколько поражает вероятность тонкой настройки Вселенной, но все же она удивительна и составляет 10 в степени минус 1018. Сколько не пытаются промоделировать как-то происхождение жизни, отовсюду появляется, что это довольно-таки редкий процесс, который, в принципе, очень маловероятен. Ну, есть такой Евгений Кунин, который в свое время написал работу, где он сформулировал вероятность 10 в минус тысячной для того, чтобы стартовала дарвиновская эволюция на уровне РНК. Но есть более оптимистичные люди, которые говорят, нет, не 10 в минус тысячной, гораздо выше, что, скорее всего, в галактике несколько живых планет есть. Я просто хочу пояснить, что 10 в минус тысячной звучит как будто это почти однотысячная. Это ничтожно, ничтожно малое число, которое по всем своим свойствам и применениям неотличимо от нуля. Да, неотличимо. Для одного из известнейших пропагандистов атеизма в 20 веке, Энтони Флю, изучение этих ничтожно малых вероятностей в изнакновении ДНК и РНК также послужили поводом для признания существования Бога. В своем труде «Бог есть», как самый знаменитый в мире атеист, поменял свое мнение, он писал, «Как Вселенная, состоящая из бессознательной материи, может создавать существ с собственными целями, способностью самовоспроизведения и закатированной химической структурой. Здесь мы имеем дело не с биологией, а с проблемой совершенно иного рода». Тонкую настройку Вселенной иногда пытаются объяснить антропным принципом. Вселенная и мы появились случайно, но поскольку она так сложно устроена, нам кажется, что создал ее некий высший разум, Бог. А если бы нас не появилось, то и некому было об этом рассуждать. Однако справедливости ради стоит отметить, что сам антропный принцип является ненаучным. Об этом говорит американский физико-космолог Александр Владимирович Виленкин. «Антропное объяснение тонкой настройки Вселенной является ненаучным. Антропный принцип может служить для объяснения лишь того, что мы уже знаем. Он никогда ничего не предсказывает и потому не может быть проверен». Кроме того, адепты антропного принципа как будто намеренно не замечают, с какого рода грандиозно-ничтожными вероятностями мы здесь имеем дело. С такими, что без существования некого созидательного разума появление этих вероятностей было бы невозможно. Также стоит отметить, что возникновение жизни и допущение эволюции вовсе не говорит о необходимости и обязательности появления человека. Даже если допустить, что макроэволюция существует, то все равно появление человека фантастически маловероятно. На это указывали Фрэнк Типлер и Джон Бэрроу. В своей книге «Антропный космологический принцип». Они перечисляют 10 шагов в эволюции Homo sapiens, каждый из которых настолько ничтожно мал, что прежде чем он произошел бы по воле случая, Солнце могло бы перестать быть звездой главной последовательности и сожгло бы Землю. По их оценкам, шансы на эволюцию человеческого генома находятся где-то в промежутке от 4, от 1 из 4 в степени 180 в степени 110 тысяч, до 4 в степени 360 в степени 110 тысяч. Так что если бы эволюция человека произошла от простейшего организма, то это было бы буквально чудом. Кроме того, человек является нетривиальным существом по отношению ко всей природе и в том числе к животным. Интересно, что это признает и сам Ричард Докинс в своей книге «Эгоистичный ген», где он заявляет, что человек единственный из всех существ, который может противиться эгоистичным генам, проявляя чистый и бескорыстный альтруизм. «Мы способны даже намеренно культивировать и подпитывать чистый бескорыстный альтруизм – нечто, чему нет места в природе, чего никогда не существовало на свете за всю его историю. Мы построены, как машины для генов и взращены, как машины для мимов». Ну, мимы – это нечто такое, через что передается культурная информация. «Но мы в силах обратиться против наших создателей. Мы единственные существа на Земле, способные восстать против тирании эгоистичных репликаторов». Иными словами, человек качественно отличается от животных тем, что он имеет некую степень свободы. Стоит отметить, что в науке существовали эксперименты, призванные поставить под сомнение наличие свободы у человека, и одним из таких экспериментов был эксперимент Либита, который показывал, что принятие решения человеком осуществляется до осознания им этого решения. Однако в 2016 году группа ученых во главе с профессором Стефаном Шмидтом из Университетского медицинского центра Фрайбурга опровергло такие выводы Либита, установив, что бессознательное усилие мозга не всегда приводит к физическому действию, а всего лишь оказывает влияние на выбор человека. А теперь обратимся к самому человеку и внутреннему самоанализу на предмет выявления внутренней свободы человека. И первое, что здесь стоит отметить, это то, что человек имеет представление о свободе. Согласитесь, что было бы странным, если бы в совершенно детерминированном мире с его слепыми законами вдруг появилось бы такое существо, как человек, имеющее представление, понятие о свободе, при этом, с одной стороны, будучи несвободным, с другой стороны, не имея опыта этой свободы. Величайший ученый Эммануил Канн справедливо замечал, что если мир детерминирован, а человек в нем свободен, то основание для этой свободы должно быть вне этого мира. И он находил ее в Боге, таким образом доказывая существование Господа Бога. Это и есть шестое доказательство Канта, о котором упоминает Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». И, как нам кажется, человек, в отличие от животных, обладает не просто и не только степенью свободы, но и философским складом ума. Он обладает желанием постичь, познать дальние уголки Вселенной, что совершенно не обязательно для сохранения человеческого рода. Таким образом, человек, в отличие от животных, живет в дополнительном семиотическом измерении, измерении смыслов и символов, и таким образом сама ценность человека приобретает семиотическое значение. Стоит добавить, что появление самой личности, самосознания человека, также является невообразимым. Ведь личность, самосознание, является, можно сказать, подлинной сингулярностью этого мира. И без вечного созидательного разума силами исключительно слепых физико-химических процессов вряд ли бы могла образоваться. Как отмечает философ Томас Нагель, материализм недостаточен даже для объяснения физического мира, поскольку физический мир включает в себя существа, обладающие сознанием, и это наиболее поразительные его обитатели. Получается, что доказательством существования Бога является сам человек, с его невероятно низкой вероятностью появления, с его свободой, с его семиотическим измерением, наконец, с его представлениями о создателе и творце Боге. Второй вопрос Ричарда Докинза очень старый. Он звучит так. Если Бог создал все, то кто тогда создал Бога? И здесь следует отметить, что этот вопрос можно приложить и к теории мультивселенных. Откуда берутся мультивселенные? И для ответа на этот вопрос сторонники этой теории наделяют материю, пантеистически наделяют материю такими свойствами, как вездесущность и вечность. То есть они не уходят от идеи Бога, но постулируют безличностного Бога. Кроме того, нужно заметить, что сам вопрос, кто создал Бога, бессмысленный, абсурден. И вот почему. Приведем такой мысленный эксперимент. Положим на бильярдном столе 5 шаров в один ряд. И ударим первый. Покатится пятый. У нас возникает вопрос, почему покатился пятый шар? Потому что его ударил четвертый. Четвертый покатился, потому что его ударил третий. Третий, потому что второй. Второй, потому что первый. А почему покатился первый? Потому что его ударили вы. Теперь возникает вопрос, а кто ударил вас? Очевидно, это полная бессмыслица. Меня никто не ударил. Я сам захотел и ударил эти шары. Вопрос абсурден, но с точки зрения этих шаров вопрос совершенно закономерен. Третий тезис Ричарда Докинза заключается в том, что бог может быть галлюцинацией, потому что у кого-то там были галлюцинации. Но если так рассуждать и не принимать во внимание не только внешние, но и внутренние доказательства, то тогда доказать вообще ничего невозможно. Все может быть галлюцинацией, все может быть иллюзией. И именно так рассуждают последователи такого философского течения, как салипсизм, согласно которому все является иллюзией. Это ярко показано в известном фильме «Матрица», но если дела обстоят так, то вообще ничего невозможно доказать. Нельзя доказать макроэволюцию, потому что и кости динозавров мог разбросать кто угодно, и они тоже могут быть галлюцинацией, да и окружающая вселенная может быть нереальной. Или взять, например, главный довид Докенза в пользу теории макроэволюции. Возвратный гортанный нерв умлекопитающих. С его точки зрения возвратный гортанный нерв является примером плохого дизайна, опровергающего сверхразум, то есть Господа Бога. Поскольку он имеет нецелесообразный маршрут в виде огромной петли, уходящей от мозга сначала вниз через всю шею, и после занырания под аортой возвращающегося к гортани. И получается, вроде бы, такая исключительно эволюционистская картина. Были рыбы, у них не было шеи, и поэтому у них возвратный гортанный нерв проходил под аортой. Затем из этих рыб в результате макроэволюции появились в конечном итоге млекопитающие, у которых есть шея, и у этих животных возвратный гортанный нерв также проходит под аортой. Однако делает большую нецелесообразную петлю. И это с точки зрения Докенза доказывает происхождение млекопитающих и человека от рыб. То есть, теорию эволюции. Но может быть это фантазия Ричарда Докенза, его самообман, галлюцинация. Ведь если мы обратимся к научной литературе, то мы можем обосновать такой ход возвратного гортанного нерва, и не прибегая к теории эволюции. Было высказано предположение, что натяжение левого возвратного гортанного нерва, огибающего артериальный проток, может служить средством поддержки, благодаря которому проток развивается как артерия мышечного, а не эластичного типа. И теперь ответьте, пожалуйста, как вы думаете, зная такие альтернативные теории, Ричард Докенз согласился бы за свои идеи отдать свою жизнь? Думаю, вряд ли. А миллионы христианских мучеников пострадали, отдали жизни за свои убеждения. Четвертый тезис звучит так. Если Бог существует, то какой Бог истинен? Зевс, Один или Аллах, или какой-то еще другой? Человека, мало разбирающегося в религии, этот вопрос действительно, может быть, и поставил бы в тупик, но удивительно слышать такие вопросы от образованного человека, как Ричард Докенз. Выше мы говорили о том, что наука является законорожденным ребенком, христианского мировоззрения. И вот это дитя помогло своему родителю опровергнуть языческие теории, языческие бредни. Так, например, еще пять веков назад могли существовать такие язычники и оккультисты, как Джордана Бруно, которые считали, что Солнце — это некое антропоморфное, одухотворенное, олицетворенное существо, но наука помогла разоблачить эти заблуждения. Что же касается дискуссии между монотеистическими религиями, то да, они существуют, но и здесь нам помогает наука. Так, например, согласно точке зрения ислама, Господь наш Иисус Христос не был распят и не умирал. Но такие ученые, как, например, Барт Эрнман, который, кстати, является атеистом, считают, что распятие и смерть Иисуса Христа на кресте является самым достоверным историческим фактом из жизни Иисуса Христа. Кроме того, в отличие и от язычества, и от других течений монотеизма, христианство крайне нетривиально. Еще Фридрих Энглис в XIX веке заявлял, «Оно, христианство, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до тех пор религиями». И действительно кажется удивительно, как христианство со своим догматом о Троице, о Боговоплощении, с радикальными, так скажем, заявлениями Иисуса Христа о себе могло быть придумано простыми рыбаками, или даже языческими учеными. И это учение вплоть до XX века казалось иррациональным. Но в XX веке человечество открыло для себя квантовую физику с ее квантовой логикой. И вот тут стало понятно, что учение о Троице может иметь в себе какую-то другую надмирную логику, подобную квантовой логике, которая не соответствует логике аристотелесской, той логике, которой мы пользуемся обычно в нашей повседневной жизни. И, наконец, пятый тезис. Если Ехве существует, то он предпочел бы думающего и честного человека, не занимающегося раболепием. Уважаемый Ричард, честный и думающий, глубоко думающий человек, великий ученый Блес Паскаль сказал, «Бог регулирует человеческое знание о себе. Он дает знаки, видимые для ищущих его, и невидимые для равнодушных к нему. Он сокрыл себя от всех безоглядно бежавших от него, и таким образом очертил круг своей познаваемости теми, кто и ищет его, зримыми знаками, открываясь им и только им. Поэтому всегда довольна света для жаждущих узреть, и всегда довольна мрака для жаждущих остаться незрячими». Философ и теолог Уильям Крейг на дебатах с философом Остином Дэйси справедливо заметил, что крайне странно быть уверенным в том, что есть какие-то причины ожидать больших свидетельств существования Бога, чем те свидетельства, которые он уже дал. А это, первое, происхождение Вселенной из ничего. Второе, тонкая настройка Вселенной для существования разумной жизни. Третье, наличие реальности и моральных ценностей, а значит и свободы. Четвертое, радикальное заявление Иисуса о себе и его воскресение. И пятое, непосредственный личный опыт самого Бога. И было бы самонадеянно полагать, что более ясное откровение Бога гарантировало бы, что большее число живых существ, большее число людей вступит в любящие отношения со своим Создателем. Ведь главная цель Бога – привести людей к любви, а не просто убедить их в своем существовании. Если бы Бог перед собой ставил такую цель, то, конечно, Он мог бы громким голосом провозгласить на всю Вселенную «Я Бог, поклоняйтесь Мне». Он мог бы буквами написать что-то о себе из облаков или из звезд. Но нет никакой гарантии, что это побудило бы людей любить Его. И тут интересно, что сам Ричард Докинс признается, что никакие доказательства для него бы не подошли. Если бы он увидел Бога, то он бы решил, что это галлюцинация. А если бы он видел буквы из звезд на небе, то он решил бы, что это сделали чужие. Даже если бы и прозвучал этот громовый голос во время Второго Пришествия в облаках славы, наиболее вероятное объяснение было бы, что это галлюцинация или магический трюк Дэвида Копперфильда или что-то в этом роде. Нас могли бы посетить чужие, которые ушли далеко вперед нас в технологиях. И, возможно, они могли бы манипулировать звездами, чтобы написать что-то на небе. То есть, этого было бы недостаточно? Что убедило бы вас? Ну, я полагаю, что меня ничто не убедило бы. Более того, это могло бы иметь даже и противоположный эффект. Об этом говорит Федор Михайлович Достоевский в своем романе «Братья Карамазовы». Он, отвечая на аргумент атеистов, почему Бог не явит себя всем, говорит, что это поработило бы волю человека. «Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразняя тебе, сойди со креста, и уверуем, что это ты. Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника перед могуществом. Раз и навсегда его ужаснувшим». Библия говорит, что Бог предоставил достаточно доказательств своего существования в природе, совести человека, в воздействии святого духа на его сердце. И как следующее существо, он знает, что будет являться наиболее эффективным для привлечения людей к себе. И поэтому он не обязан давать какие-то более ясные доказательства своего существования, если считает, что это будет неэффективным. Многие как умнейшие, так и простые, чистые, честные сердцем люди были убеждены в существовании Творца этой Вселенной. И мы призываем всех атеистов последовать примеру этих людей, среди которых были и величайшие ученые, и принять для себя Творца Вселенной как Бога. Ведь если Бог существует, то существуют и моральные ценности, существует свобода, и существует объективный, а не субъективный, смысл человеческой жизни. Храни все Господь!